Здравствуйте! Сегодняшняя лекция о очень необычном, простом, вариативном и, на мой взгляд, очень перспективном инструменте. Сегодня мы поговорим о штампе. Штамп – это простейший вариант отпечатка, оттиска. И достаточно вспомнить отпечаток пальца, когда палец касается штемпельной подушки, а потом с нажимом мы давим на лист. Отпечатываются все выпуклые части, которые есть на форме. И это и есть принцип высокой печати. Штамп характерен тем, что мы можем печатать, мы можем прижимать к листу небольшие формы, потому что формы большие по площади, чем половина ладони. Мы не можем отпечатать, нам не хватает силы придавить этот штамп. И от этого получается какой-то характер и особенность техники, когда изображение набирается из мелких повторяющихся модулей. В данном случае это может быть набор по принципу мозаики, по принципу конструктора, по принципу паттерна, когда мы составляем метрическую композицию. На слайде три предмета, три каких-то объекта. И это, наверное, какой-то простейший вариант работы со штампом. Мы вырезаем несложные по силуэту формы. И каждая из них, как-то, каждая из них достаточно самостоятельная. На следующем слайде мы видим уже самый привычный, возможно, формат работы со штампом. Это формат работы с метрической композицией, с паттерном. Метрическая композиция при всей своей, казалось бы, скучной геометричности удивительно разнообразна. И составление метрической композиции может быть хорошим упражнением для прокачки внимания к белому листу, внимания к тому, каким образом вы группируете все элементы на листе, каким образом вы работаете с касаниями элементов, каким образом происходит какая-то разрядка элементов, насколько каждый элемент окружен белым пространством. И вдруг, выбирая из композиции только какие-то особенные группы предметов, вдруг мы получаем уже не метрическую композицию, а композицию очень сюжетную, образную, поле, залитое белым цветом, снегом, пустотой, и в поле стоят какие-то доменные печи, завод, одинокий дом. Мы получаем образ и характер места. Продолжение следует...